Привет всем. Сейчас мы гуляли на метро Мичуринский проспект, в общем, я там снял видос, но дело в том, что все эти видосы, их долго монтировать, и поэтому вот эти видосы, которые я снимаю быстро, то мне гораздо легче, поэтому вот на второй канал я выставляю все подряд. Также хотел сказать, сейчас, в общем, первое, о чем я поговорю, это о том, что почему мне районы близко к МКАДу или за МКАДом нравятся гораздо больше, чем внутри МКАДа, вот, и второе, поговорю о том, что я думаю, может быть, свой блог снимать немного про еду, но первое, что я хотел сказать, предыдущее мое видео, где я сказал, что там дети шумят, господи, ребята, это была шутка, и просто такое количество негатива, у нас шутки не понимаю. Знаете, очень много, может быть, проблем в нашем обществе, это в том, что люди не понимают, где шутка, а где не шутка, и даже такая безобидная шутка повлекла за собой море негативных комментариев. Вот вы подумайте, что за общество, в котором мы живем, где вот это происходит, это реально страшно, немного страшно, да, поэтому это неправильно, и очень какое-то большое, мне как-то кажется, количество агрессии в последнее время, причем было ее очень много, а сейчас стало еще больше, вот, и это все очень-очень, ну, неприятно читать, так скажем. Что дальше? Мы сейчас гуляли, район Мичуринский проспект, вот, это район дорогой, он на юго-западе Москвы, там рядом много всяких государственных учреждений, включая Академию ФСБ. Что я хотел сказать, что вот эти районы, которые находятся внутри Москвы, эти районы, они, мне кажется, вот, для меня не очень приятны, потому что они очень урбанизированы, там много машин, много какого-то шума, гамма людей, и мне кажется, что в Москве самые лучшие районы для жизни, это районы близкие к МКАДу или за МКАДом, даже не важно, даже на Востоке, где вообще-то считается не очень престижным, то есть для того, чтобы где-то в центре Москвы заплатить очень-очень много денег, и даже при этих деньгах, даже если вы будете жить на каком-нибудь Арбате, или на Новом Арбате, все равно это будет менее приятнее, мне кажется, чем жить где-то на районе, который рядом с МКАДом. Вот, вот такая, то есть вы не получаете за свои деньги чего-то лучшего, мне кажется, в этом всем, и единственный плюс этого всего в том, что вы просто находитесь ближе к центру, я не знаю, может быть, если вы работаете в Кремле, вам будет ближе на работу ходить, или вокруг Кремля, или что-нибудь в этом роде, а так, в принципе, особо никому жить там не нужно, тем более, что ты садишься на метро 20 минут, и ты там. И еще что я хотел обсудить, я вот смотрел блогеров, есть такой блогер Марк Винза, их много, у него 8 миллионов подписчиков, все, что он ходит и делает, это снимает еду, я просто подумал, что может быть мне тоже начать снимать еду, причем обратите внимание, что я и так о еде говорил очень много, поэтому это такая тема, которую я уже затрагивал до этого, поэтому, может быть, я попробую ходить там по ресторанам, поснимать немножко, но для этого просто нужно им сначала позвонить, чтобы спросить, можно ли снимать, потому что самое интересное это будет снимать там в кухне и тому подобное, вот. В общем, может быть, начну вот это делать, и мне кажется, что это очень неплохая такая тема и направление для работы. Ну вот, вот такой видос, не забудьте лайкать и подписаться, увидимся в следующем видео, пока. Пока.